Меня зовут Дмитрий Маслов, я являюсь руководителем направления цифровизации в компании Siemens в управлении цифровое производство. Я очень рад видеть всех вас на нашем ежегодном мероприятии, на конференции, посвященной направлениям цифровизации в промышленности, которую мы традиционно проводим с нашим давним и одним из крупнейших партнеров группы компании Siemens-автоматизация. Сегодня у нас с вами небольшой юбилей, у нас пятая конференция и количество участников впервые перевалило 250 человек, с чем я всех нас поздравляю. Ну а сейчас для открытия конференции, для приветственного слова, я приглашаю на эту сцену председателя совета директоров группы компании Siemens-автоматизация, Сидорова Андрея Анатольевича. Доброе утро, дорогие коллеги. В пятый раз мы собираемся на конференцию, посвященную цифровизации. И, ну вот, Дима начал вспоминать, начинали мы, у нас было 50 человек, правда, это было в Сочи, и это было тоже хорошо. Значит, постепенно мы шли там, собирались и в Самаре, и в Сочи, и в Свердловске, и вот, наконец, мы решили собраться в Санкт-Петербурге, чему я рад, потому что это новые, в том числе и люди, новые встречи, новые какие-то возможные идеи там и так далее. Значит, два слова о том, как мы хотели бы, так сказать, там, развернуть эту конференцию. В течение предшествующего времени мы очень много говорили о продуктах Siemens'а, там, их особенностях, какие они замечательные и так далее. Поверьте, за это время они стали еще замечательнее. Но на этот раз мы хотели бы все-таки больше говорить о двух вещах. Первый из них – это опыт использования продуктов, потому что за это время, слава богу, он появился. Появились проекты, которые на таких сложных продуктах, как, скажем, Комос и так далее, уже начали исполняться, появился первый опыт впечатлений. И, соответственно, есть люди, которые, ну, этим опытом обладают, да, с которыми можно поговорить, что называется, вживую. Поэтому мы будем, наверное, меньше рассказывать вообще о средствах, а больше будем рассказывать о первых результатах внедрения и наших впечатлений вот этих внедрений. Второй аспект, который мне тоже кажется достаточно важным, это аспект, связанный с тем, что у нас называется импортозамещением. Мы все понимаем, что есть, так сказать, там вот заданное отчасти директивно, отчасти там, ну, по разным соображениям, это направление движения. И Сименс, и его подразделения, и в частности, какие-то его продукты, конечно, должны в этом смысле идти за рынком и предлагать какие-то пути решения этой проблемы. На эту тему тоже будет завтра у нас совместный с господином Райхелем доклад, да, где мы какие-то, так скажем, направления движения, расскажем, как мы собираемся в этом направлении делать и какие пути мы видим на сегодняшний момент. Ну, и, значит, у нас запланировано на сегодняшний день пять круглых столов там на различные темы с различными отраслями промышленности и так далее, но это не финальный круг, да. Мы, если есть желание у кого-то, какие-то аспекты более плотно пообсуждать, мы не ограничиваем рамки этих обсуждений. Это может быть конкретный проект, это может быть еще какие-то там другие аспекты. Мы готовы в расписании конференции динамично там что-то менять и включать эти истории, собственно, в повестку дня. Ну, вот, пожалуй, и все. Доклад я, слава богу, в этом году не делаю, поэтому напрягаться по поводу того, что выдумывать какие-нибудь, так сказать, там тезисы необычные по поводу цифровизации будет Дима, которому я передаю слово. Большое спасибо, Андрей Анатольевич, за приветственное слово. Я не могу стоять за кафедрой, я буду ходить, с вашего позволения. И мы переходим к презентационной части, и традиционно я хотел бы начать с рассказа про общее понимание концепции цифровизации с точки зрения Симминса. Абсолютно понятно мне и прозрачно, что всем вам не просто хочется услышать о том, какие решения есть, какие продукты есть у компании Симминс, а хочется увидеть, а где это вообще вживую внедрено, причем обязательно в России, и какой с этого есть экономический эффект. И я постараюсь сегодня в своей презентации привести определенные примеры внедрений, которые у нас уже есть, которые продолжают появляться, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вообще говоря о том, что нового у нас произошло с момента предыдущей конференции, хочется отметить, что компания наша становится все более и более цифровой и ориентированной на цифровизацию. Во-первых, нужно сказать, что в апреле этого года у нас произошла очередная реструктуризация. Не буду вдаваться в подробности, но укрупненно, если говорить, у нас из состава нашего подразделения выведены активы, связанные с тяжелым железом, таким как высоковольтные сложные преобразователи частоты, двигатели. В этом году из состава ООО «Сименс» в отдельное юрлицо выходят подразделения, связанные с турбинами, но при этом мы собираем в рамках нашего департамента, или как он сейчас называется, управления, все, что связано с автоматизацией цифровизации. Причем «Сименс» как самостоятельно разрабатывает новые продукты, так и активно покупает лидирующие компании на международном рынке. И вот буквально прямо перед началом конференции был официальный анонс, что компания «Сименс» купила еще одно международное предприятие под названием «ПСЕ». Это британская компания, которая специализируется на моделировании химических и нефтехимических процессов. Я даже вчера в кулуарах шутил, что «Сименс АГ» приурочил покупку данной компании к нашей с вами конференции. Возможно, так оно и есть. Тем не менее, вернемся к вопросу цифровизации. Давайте, во-первых, сначала определимся еще раз в терминологии. Что такое цифровизация в понимании «Сименс»? Цифровизация с точки зрения «Сименса» — это широкое применение в промышленности таких технологий, как большие данные, бигдейты, их анализ, облачные технологии, имитационное моделирование и искусственный интеллект. И технологии эти применяются для решения таких практических задач, понятных, как оптимизация производства, предиктивное техобслуживание, управление качеством продукции, энергоменеджмент и многие другие. Однако все-таки, наверное, основой цифровизации с точки зрения «Сименса» является именно имитационное моделирование. Или, как принято сейчас говорить, построение цифрового двойника. И здесь «Сименс» предлагает на рынке наиболее комплексный подход к построению цифровых двойников. То есть мы можем строить цифровой двойник продукта для того, чтобы моделировать его до того, как он получен в реалии. Мы можем строить цифровой двойник производства. И у нас есть определенный набор цифровых решений и продуктов, предназначенных для этапа эксплуатации производства. Таких как МЕС, система оперативного планирования, управление ТАИРами, энергоменеджмент, диспетчеризация и так далее. И кроме того, мы предлагаем единую информационную среду, в которой содержится, по сути дела, информация обо всех активах предприятия и предоставляется информация всем участникам процесса на всех этапах жизненного цикла предприятия. Эта информационная среда для предприятий с дискретным циклом называется TeamCenter, для предприятий с непрерывным циклом это система КОМОС. Решения, основанные на наших таких продуктах, активно внедряются по всему миру. Но, как я уже упомянул сегодня в начале, есть уже и опыт внедрения в Российской Федерации. Соответственно, я хотел бы привести ряд примеров. Первый пример это компания сервис-монтаж интеграции в городе Казани. Это предприятие, которое занимается выпуском энергораспределительного оборудования под станцией. И внедрение цифрового двойника продукта на базе системы RuleStream от Siemens PLM позволило этой компании сократить среднее время работы над эскизными проектами изделий в среднем с трех недель до шести часов. Пример с цифровым двойником производства. Это компания ОДК, объединенная двигателестроительная корпорация. И здесь построение имитационной модели с помощью программного обеспечения Technomatics Plan Simulation позволило обнаружить узкие места в производстве, расшить их, и в результате повысить производительность труда более чем в два раза и сократить среднее время производственного цикла на 40%. Примеры совершенно другой отрасли. Предприятие с непрерывным циклом производства, энергетика, русгидро. Здесь применение цифрового двойника производства на базе системы Siemens от Siemens и применение виртуальной пусконаладки позволило компании SMS существенно сократить время проведения пусконаладочных работ на физическом объекте. Экономия составила до 80%. Теперь примеры из этапа эксплуатации производства. Энергоменеджмент. Это проект, о котором сегодня будет отдельный доклад. Внедрение системы энергоменеджмента на предприятие NIPOM в соответствии со стандартом ISO 500001 позволило обеспечить полную прозрачность потребления энергоресурсов и получены весьма внушительные цифры по экономии. 29% сокращения потребления электроэнергии и 16% сокращения потребления воды уже в первый год после внедрения системы. Другое решение из этапа эксплуатации предприятия – это система оперативного планирования. Внедрение системы оперативного планирования Preactor на группе предприятий TechnoNicol позволило в полтора раза увеличить номенклатуру выпускаемой продукции при сохранении суммарного времени переналадок и свести практически к нулю просроченные заказы. В настоящее время мы работаем над расширением этого проекта и работаем над внедрением системы диспетчеризации на базе Винсисиоа, которые позволят собирать данные со всех локальных систем и подсистем, предоставлять их в систему оперативного планирования и тем самым дополнительно повысить эффективность планирования производства. Снова пример предприятия с непрерывным жизненным циклом. В Казани Оргсинтез здесь была построена модель, построен цифровой двойник жизненного цикла одной из технологических установок. По сути дела на базе системы КОМОС создан электронный паспорт технологической установки, создано описание всех имеющихся активов предприятия, и мы получили электронную документацию, которая автоматически поддерживается в актуальном состоянии и автоматически синхронизируется с текущим состоянием системы АСУТП. Сейчас данный проект переходит на следующий этап, и мы работаем над реализацией системы управления техобслуживанием и ремонтами данной технологической установки на базе ранее построенного цифрового двойника. Цель здесь абсолютно понятна — это повысить эффективность техобслуживания и ремонтов. Ну и, наконец, последний пример, наверняка вы про него слышали, это КАМАЗ. Здесь речь идет о полной цифровой трансформации всего предприятия, и внедрение комплекса решений по управлению жизненным циклом продукции от Siemens позволило здесь вдвое сократить время работы над сложными дизайн-проектами, существенно снизить время, необходимое для разработки сервисной документации, и сейчас мы работаем над новым проектом внедрения комплексной МЕС-системы, охватывающей все предприятие. Вы видите, что примеры, которые я привожу, они абсолютно разные, из разных отраслей, предприятия совершенно разного размера. Что их всех объединяет? Их объединяет то, что они вступили на сложный путь цифровой трансформации, некоторые из этих предприятий занимаются комплексной цифровой трансформацией, некоторые пока внедряют какие-то отдельные цифровые решения и технологии, но все они уже видят конкретный эффект, экономический эффект, полученный от внедрения этих цифровых технологий. В конечном итоге эффект от внедрения цифровизации всегда сводится к удовлетворению одного из четырех ключевых требований любого предприятия. Это скорость вывода на рынок продукции, скорость выполнения модернизаций, гибкость производства, качество, ну и, конечно, эффективность. И Сименс предлагает единый комплексный подход и предлагает продукты и решения для цифровизации всех этапов жизненного цикла, что позволяет нам достичь упомянутых четырех требований. И наши продукты позволяют строить цифровые двойники или, как я уже говорил, лимитационные модели, в принципе, это практически синонимы каждого из этапов жизненного цикла. Что данные модели позволяют достигать? Они позволяют решать абсолютно практические задачи, такие как, например, выявление узких мест на производстве и повышение производительности, сокращение времени пусконаладочных работ при выполнении модернизации и при вводе в эксплуатацию новых мощностей. Такая, например, задача, как точное прогнозирование потребления электроэнергии, основанная на имитационной модели, в результате чего предприятие может перейти на более экономичный тариф, так называемую ценовую категорию номер 6, когда дается точный прогноз потребления по часам, и стоимость электроэнергии при таком точном прогнозе резко снижается. Сокращение внеплановых простоев на 50-80% и сокращение затрат, собственно, на техобслуживание и ремонты. Это лишь примеры тех эффектов, которые мы можем достигать с помощью имитационного моделирования и цифровизации. Каким образом, однако, не запутаться во всех имеющихся решениях, из чего, собственно, начать, каким образом перейти от теории к практике? Компания Siemens, имея огромный мировой опыт внедрения цифровых технологий, может здесь помочь, предлагая услугу по так называемому цифровому консалтингу. В рамках цифрового консалтинга мы проводим предпроектные обследования и на первом этапе определяем так называемый индекс цифровой зрелости каждого из переделов предприятия на каждом из этапов жизненного цикла. В результате мы выявляем имеющиеся узкие места, проблемы, потенциал для оптимизации. Далее по каждой выявленной проблеме мы формируем предложение и мы формируем ожидание, то есть какой эффект мы получим, будь он количественный или качественный. И по каждому сформированному предложению, по каждой части предложенной системы мы формируем техническую спецификацию и функциональные рамки системы. Далее каждое из предложенных решений располагается на так называемой тепловой карте эффективности внедрения, где по одной оси мы видим эффект, который получается за счет внедрения данного решения, а по другой оси сложность его внедрения. Тем самым легко определяется приоритетность внедрения тех или иных решений, строится план-график. У нас в России есть ряд таких консалтинговых проектов. Некоторые из них завершены и по итогам сформированы цифровые дорожные карты и идет внедрение на разных стадиях. Есть проекты в активной фазе, и мы готовы предлагать вам соответствующие услуги. Еще один важный аспект цифровизации в нынешних политических условиях в России — это локализация. И здесь мне хотелось бы рассказать о нескольких аспектах локализации. Во-первых, следует упомянуть, что в рамках ООО «Сименс» функционирует так называемая лаборатория по цифровизации. Это группа высококвалифицированных специалистов, кандидатов докторов наук, которые в России занимаются разработкой новых программных и аппаратных решений, занимаются разработкой облачных приложений для майнсфер, разработкой цифровых проектов. Один из примеров их текущей разработки — это система превентивного анализа нефтяных скважин, где на основе анализа исторических данных с помощью нейронных сетей обучается машина и учится предсказывать выходы из строя скважинных насосов и прочие аномалии, которые могут случиться на нефтяной скважине. Однако, когда мы говорим о локализации, важно также упомянуть и локализацию, связанную с программными продуктами «Сименс». И здесь мы работаем по целому ряду направлений. У нас существует возможность разработки локализованных систем диспетчеризации на базе системы ВИНСИСИУА, и об этом будет отдельный рассказ на нашей конференции. Мы работаем в связке с лабораторией Касперского по вопросам информационной безопасности в России. Совместно с нашим партнером АТОС мы предлагаем локализованные решения по облаку, то есть так называемый он-премис решения Майнсфер, когда серверная стойка с программным обеспечением встраивается непосредственно в ЦОТ конечного заказчика и получается свое собственное локальное облако. Также у нас существуют локализованные курсы обучения по темам цифровизации на русском языке. И если говорить о будущем, о перспективе, мы сейчас начали работу по разработке совместимости наших решений с российской операционной системой Астролинукс, с СУБД российской Postgres Pro и работу по созданию российских R&D-центров по разработке программного обеспечения Siemens в Российской Федерации. Это наше будущее. И в конце я хотел бы традиционно предложить давайте строить наше цифровое будущее вместе. Но перед тем, как закончить презентацию, я хотел бы сделать еще два анонса о сегодняшних докладах. Первый анонс — это то, что я сегодня уже упоминал. Тема предиктивной диагностики, управления техобслуживанием и ремонтами становится очень популярной сейчас в России. Наверное, из всех тем, которые по цифровизации мы сейчас встречаем, эта тема наиболее востребована у конечных заказчиков. Почему? Потому что она, во-первых, имеет абсолютно понятный экономический эффект, быстрый. Во-вторых, этот экономический эффект достаточно легко считается. Поэтому команда по цифровизации наша российская разработала некую единую типовую архитектуру решения по управлению техобслуживанием и ремонтами, основанную на решениях Siemens. И на эту тему будет сегодня отдельная презентация. Не пропустите. Ну и второй анонс тоже я сегодня вскользь уже упоминал. Это приобретенная компания PSE, которая расшифровывается очень просто. Process Simulation Enterprise, то есть компания, которая занимается имитационным моделированием. Это английская команда, выходцы из компании Aspen, которые профессионально занимаются математическими моделями химических, нефтехимических и не только производств. И вместе с этой компанией у нас в портфеле продуктов в Siemens появилась группа продуктов под названием G-Proms. В рамках этой группы продуктов мы предлагаем такие решения, как виртуальные сенсоры, моделирование и оптимизация технологических процессов, система поддержки принятия решений и так далее. На эту тему тоже будет сегодня отдельный доклад. Не пропустите. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok